плато путарана это место где вы точно почувствуете себя первооткрывателем горы леса более 20 тысяч озер 1000 водопадов и почти нулевая вероятность встретить других людей я уверен что слово уединения придумали на плато путарана как и слово красота мы начинаем это путешествие находясь уже за полярным кругом только что вышли на катере из речного порта норильска города где даже летом иногда можно найти не растаявшие сугробы но хочется забраться еще подальше в места настолько же дикие насколько и прекрасные вся команда 5 человек руководитель группы наш гид но мне кажется лучше будет представить ивана так сказать в его естественной среде обитания в горах подальше от цивилизации идем по норилке это очень спокойная речка по ней попадаем в реку талая она в отличие от своей подруги быстроводна с крутыми берегами и вот мы уже посреди озеро мелкая любопытно как с каждым новым водоемом оживает картинка если в самом начале глазу в общем то и не было за что зацепиться то теперь леса тундра плавно перетекает в тайгу и наоборот и со всех сторон нас окружают горы это как раз хребты плато путарана само озеро мелкая полностью оправдывает свое название она очень неглубокая и из-за отмелей подойти ко множеству разбросанных тут островков практически невыполнимая миссия но наша цель сейчас озеро лама горные вершины на горизонте растут с каждой минутой постепенно открывая свое истинное величие и масштаб позади примерно четыре тысячи километров от калининграда до норильска плюс еще 180 по воде и мы наконец на плато путарана мы сходим на берег на самом удаленном восточном берегу озера лама в густом сосновом бару вот так и в таких декорациях начинаются либо фильмы ужасов либо самые невероятные приключения и маленькая подсказка это канал о путешествиях хотя для любителей цивилизации эти места действительно воплощение их страхов тут нет ни связи не ванной в общем ничего из того мира что осталось позади но в целом я тут всего на несколько дней и ванных комнат я за свою жизнь ну несколько довидел а вот плато путарана ни разу нас ждет первое знакомство с плато и кстати надо сказать как мы вообще здесь оказались мы совместно с норсленд тестируем здесь экипировку ну и конечно же снимаем про это большой крутой фильм озеро лама не имеет никакого отношения к милым родственникам верблюдов название переводится как море или большая вода и все так это один из самых крупных и глубоких водоемов как в красноярском крае так и во всей стране плато путарана я уверен что каждый заядлый путешественник а именно походник и любитель дикой природы знает про это место и можно сказать даже мечтает сюда попасть и первым делом ты начинаешь изучать фотографии видео и это действительно очень сильно впечатляет но тем не менее также впечатляет и происхождение этого места представьте 250 миллионов лет назад гигантский сверх вулкан начинает извергаться и вызывает катастрофу планетарного масштаба впоследствии эту катастрофу назвали великое пермское вымирание следствие которого кстати вымерло примерно 70 процентов всего живого на земле и вот как раз таки после этих событий и образовывается плато путарана и находясь здесь действительно ощущаешь что как будто бы это все было действительно миллион лет назад и ничего с тех пор не изменилось пейзажи абсолютно неповторимые и очень сильно впечатляют если смотришь на ламу сверху кажется что вулкан не просто извергался круша все вокруг а делал весьма осознанную перепланировку этих мест озеро со всех сторон окружено возвышенностями так что временами водоем становится полноводнее благодаря десяткам ручейков водопадов речек несущих свои воды в ламу вообще пейзаж очень напоминает озеро ходата йоган лор на полярном урале разве что там торчат острые горные пики а тут вершины идеально плоские будто кто-то прошелся по ним огромным утюгом посмотрите на эти скалы они может и не самые высокие всего метров 15 но зато одни из самых известных они красиво уходят обрывом в озеро плачущие скалы мне кажется очень легко догадаться почему их так назвали дело в том что с этих скал сходит огромное количество ручеков и некоторые из них настолько мелкие что похожи на слезы и мне кажется что это слезы счастья потому что горы находятся в таком прекрасном месте и постоянно лицезреют вот эти виды я тут подумал а ведь спустившись по каменным стенам все эти ручейки в итоге оказываются в ламе и получается это еще и озеро слез отдаю идею в хорошие руки маленький совет легче всего к этим скалам подойти по воде на лодке но мы решили что для первого дня хватит эмоций надо набираться сил ведь завтра мы отправляемся в настоящий поход новый день и мы выдвигаемся в долину реки хойсе наша цель добраться до огромного водопада ну не желательно вернуться назад учитывая что дорога только в одну сторону 25 километров и это по пересеченной местности а ведь помимо всей техники в рюкзаках палатки коврики и спальники еда и посуда собственно все что может пригодиться в пути однако поначалу идти было легко и весело почти нет уклона просто прогулка с друзьями по лесу в какой-то момент я замечаю что вокруг очень много морожки а это значит что вот-вот начнется болотистая местность и важно внимательно смотреть себе под ноги эти мховые губки выглядят очень обманчиво кажется что они абсолютно сухие но наступи на нее и ты поймешь что еще никогда так не ошибался чем выше мы поднимались тем суше становилась земля болота остались за спиной в целом все это немного напомнило игру прошел одно препятствие немного подожди и будет следующее уже посложнее правда кое-что оставалось неизменным на протяжении всего пути люди на плато приезжают довольно редко и поверьте им тут рады безумно комары и мошка каждого из вас очень ждут в гости сейчас там наверно переднем плане комары пишем это конечно все смешно но вообще эти монстры буквально высасывают из тебя силы преследуя тебя сутки напролет и в любом месте на болотах и на озере в низинах и на самой вершине и когда ты устав делаешь привал они окружают тебя жужжаще пищащим облаком и ты очень быстро находишь себе силы встать и пойти во время ходьбы действительно немного полегче а ходили мы много и это очень непривычное чувство что ты идешь и идешь час за часом картинка непосредственно рядом с тобой постоянно меняется а вот горы на фоне остаются единым неподвижным монолитом и надо преодолеть несколько километров чтобы горы на горизонте стали хотя бы чуточку крупнее а значит и ближе и вот тогда начинаешь ощущать весь масштаб плато плато путарана сбывшийся сон путешественника только представьте первозданная природа краснокнижные животные и растения и вероятность встретиться с человеком тут намного меньше чем вероятность встречи с водопадом дело в том что добраться сюда мягко говоря не просто и приезжают сюда очень мало людей а вот водопадов здесь буквально 20 тысяч и вся эта дивная земля занимает очень внушительную территорию если вы смотрите не первое видео у меня на канале то вы в курсе что обычно разные регионы россии или же географические объекты нашей страны мы привыкли сравнивать целыми странами так вот плато плато рано это примерно 2 греции несколько раз за поход приходилось переходить речки вброд глубина довольно приличная по колено и даже немного по пояс а вода помимо того что ледяная так еще своим потоком сбивает с ног можно попробовать перейти по переброшенному на другой берег бревну это наша коллега по походу лиза как я и сказал можно попробовать перейти но не факт что получится вода обжигает ноги все скользкое дно неровное течение и сложно назвать это лицо счастливым походные приключения это действительно что-то особенное тебе сейчас момент может быть очень не очень но радость от того что ты смог это такая феерия люди которые не ходили в пешие походы и когда они первый раз них приходят они мне кажется у них появляется смысл какой-то жизни радости мелочам то есть туристы даже радуются там хлебу которого там недель не ели для них это просто сверх возможности какие-то ну и эмоции наверное эмоции от красоты природы тем временем глеб посмотрев на опыт лизы принял решение сразу идти вброд чтобы не рисковать техникой так что резиновые сапоги и вперед они правда не спасли ледяная вода заливалась через верх зато камера как и вся аппаратура в рюкзаке без происшествий были доставлены на берег каньоны на плато пересекаются друг с другом и в хойсе впадают десятки мелких ручейков тут много порожков так что вода сильно пенится получается красивое сочетание цветов белые пузырьки на которых играет солнце и это на фоне сдержанных серых базальтовых скал чтобы создать каньон таким каким мы видим его сейчас природа потратила тысячи миллионы лет и человек на этом фоне выглядит очень скромно плато патарана появилась совсем недавно ну как появилась появилась на картах только в 1921 году плато патарана нанесли на карту и буквально три года назад можно сказать что был 100 летний юбилей а по меркам географии и истории это очень маленький срок мне кажется можно бесконечно смотреть на это и постоянно находить что-то новое сначала ты видишь только мощное течение реки ее силу способную пробить себе дорогу в горах а потом замечаешь как хойсе нежно и бережно огибает маленькие островки с соснами но меньше всего я ожидал увидеть тут снега понятно что снег в горах и ущельях это абсолютно привычная история но прямо у реки летом когда температура где-то плюс 15 вот зеленая трава в лучах июльского солнца а рядом снежники огромные снежники огромные снежники крепкие настолько что способны выдержать вес человека и по ним вполне себе можно идти но не надо забывать про осторожность попадается и неплотный лед с трещинами и провалиться можно серьезно глубина местами под два метра цвет льда это вообще что-то волшебное тут и голубой и бирюзовый и лазурный на полярном урале мы снимали красный снег кстати очень советую посмотреть если еще не видели когда лед замерзает то в нем образуется очень много пузырьков свет рассеивается и лед кажется белым постепенно когда намерзают новые и новые слои пузырьки под давлением исчезают за что им большое спасибо ведь мы можем любоваться этим чудом льдом такого уникального цвета словно это исполинские сапфиры я знаю что водопадов на плато великое множество но чтобы настолько предлагаю сыграть в одну игру сколько водопадов вы сейчас видите на экране правильный ответ 7 7 водопадов и это только на одном кадре конечно удивительное место а еще тут временами встречаются вот такие цирки естественные котловины в виде амфитеатра и да я уже раза два говорил про впечатляющие масштабы этих мест но скажу еще раз и не факт что последний смотрите сами запускаем коптер он несется на скорости примерно 70 километров в час а картинка под ним словно застыла может прогрузиться не успела это настолько грандиозно что я не могу перестать удивляться а мы уже дошли до места где будем разбивать лагерь отличный вариант на берегу реки в тени деревьев к огромному счастью не пришлось тратить много сил и времени на поиски дров тут хватает валежника зажгли костер и теперь можно и еду приготовить и вещи просушить две палатки выросли как-то незаметно и вот лучший отель в мире готов тепло спальник есть коврик есть и вспоминая прошедший день я убеждаюсь что мы подобрали идеальное место для тестирования экипировки здесь то жара то пронизывающий ледяной ветер под ногами то мох с болотной начинкой то камни то лед и снег ну и конечно про комаров не забываем они то про нас помнят к счастью прокусить мембрану им не под силу так что спасибо northland за то что удалось пройти через все препятствия и увидеть столько красоты в любом походе важна качественная экипировка и независимо от того идете ли вы в соседний лес или же отправляетесь заполярье у northland вы сможете найти классную технологичную экипировку которая подойдет именно вам а по промокоду павел вы еще и получите скидку поэтому обязательно переходите на сайт или в мобильное приложение спортмастер и оформляйте заказ все ссылки в описании к видео палатка манит расстеленным спальником но тут рядом всего в пяти километрах от нас находится огромный водопад передохнули немного и хватит даже не знаю как сформулировать увидев картинку я понял что все время до этого мы словно топтались у входа а вот теперь наконец зашли вовнутрь вот оно плато путоран здесь заканчивается лес нет зелени вокруг тебя только отвесные изветренные черные как будто обугленные склоны плато путорана а дальше до горизонта только каменные пейзажи разве что местами проглядывают белые пятна снежников водопад мощным вихрем несется вниз со склона в плато и это зачаровывает этот ледяной стремительный поток захватывает тебя ради таких эмоций ради этой картинки стоило ползти мерзнуть падать а и Ночь пролетела незаметно, после таких прогулок тебя просто выключает. Пора возвращаться на стартовую точку. И пока мы идем, наконец полноценно познакомлю вас с нашим гидом Иваном. Он по праву возглавляет нашу маленькую группу. Во-первых, за все дни я ни разу не видел его уставшим, он просто идет и идет вперед. Во-вторых, Иван водит людей по одним из самых красивых и самых труднодоступных мест нашей страны. Собственно, плато Путорана, Северный и Южный Урал, Байкал. Кажется, у меня появилась новая цель, но 250 километров – это, конечно, сильно. Самое забавное, что у Ивана все началось с разговора с друзьями в гаражах. А вот бы когда-нибудь нам собраться в поход. В первом же походе Иван услышал о плато Путорана. И появилась новая мечта – увидеть это место. Прошло несколько лет, и вот он уже водит тут группы и помогает сбываться мечтам других людей. Классно, что походы, горы, восхождения могут стать катализатором для создания чего-то нового. Так было и с Норсланд. Ну, точнее, с Гервальдом Пихлером – это основатель Норсланд. Они с друзьями решили взойти на самые высокие вершины на всех континентах. И одна из таких вершин списка была гора Маккинли в Северной Америке. Ее еще называют «самая холодная гора», потому что там практически постоянно шквалистый ветер, и погода меняется по щелчку пальца. И подготовка к этому восхождению заняла два года. Представьте, целых два года подготовка к путешествию. Ну, справедливости ради стоит сказать, что не просто путешествие, а восхождение. Да и кроме всего прочего, в те годы, а это начало семидесятых, нельзя было просто так, вот как мы привыкли – пойти в магазин или зайти на сайт и купить все необходимое снаряжение и оборудование. Тогда его просто толком не производили, его не было. И они собственноручно создавали экипировку. Например, они заказывали специальные ботинки на обувной фабрике, или же собственноручно шили пуховые штаны и другое всевозможное снаряжение и оборудование, основываясь на собственном альпинистском опыте и на опыте своих друзей-альпинистов. И вот, наконец, в мае 1973 года, как раз таки во время того самого восхождения на гору Маккинли, Гервальд Пихлер решает создать новый бренд экипировки Northland. И теперь вот уже более полувека Northland разрабатывает и создает экипировку для путешественников и любителей ходить в походы. Мы переночевали, проснулись довольно рано. В походах всегда сами по себе настраиваются биологические часы. Ты легко засыпаешь и сам без будильника просыпаешься утром. Но врать не буду, хочется полежать еще. Но потом будет как-то обидно из-за упущенных возможностей. Вот чтобы такого не было, встали и пошли. Тем более, пока надо дойти лишь до лодки, чтобы переправиться на противоположный берег. Нас ждет подъем к одному из самых загадочных мест на плато Путорана – к Шайтан-горе. Высаживаемся на каменистый берег и начинаем небольшое восхождение. Весь путь примерно километров 10. Нам надо подняться по склону. И на словах это чуть проще, чем в реальности. Ведь шагаем мы по огромным валунам. Временами приходится перебираться через ручейки, бегущие по острым камням в лаву. На плато работает одно правило. Идите вдоль любой реки, ручейка и обязательно выйдите к водопаду. И уверяю, долго ждать не придется. Вот и он – один из тысячи местных водопадов. Кстати, с ним в комплекте идет и радуга. Помимо радуги, этот водопад делает особенным и то, что он находится рядышком с географическим центром России. Все мы знаем, что такое центральная Россия. И привыкли ассоциировать с этим Москву, Владимир, Ярослава, Лили, Нижний Новгород. Но на самом деле центральная Россия здесь, потому что географический центр находится на плато Путорана. Продолжаем движение вверх. Как раз в ту сторону, откуда берет начало наш водопад. Но подъем слишком крутой. Отвесы просто не дают нам подняться на самый верх. Для этого нужно две вещи. Специальное альпинистское оборудование и, собственно, быть альпинистом. Так что добираемся до самой высокой точки, что позволяют нам горы. И наслаждаемся видами. Над головой верхушка Шайтан-горы. А перед нами нереальный вид на плато. Шайтан-гора. Гор с подобным названием действительно очень много. И зачастую такое название связано с тем, что гора как-то необычно выглядит. Или вокруг нее какие-то складываются легенды, что вот, мол, на горе жил волшебник. Но в данном случае действительно известно, что тут жил шаман и проводились обряды. До плато Путорана добираются единицы. И немалая часть из них – это любители мистики. И я могу понять почему. В таких местах, с такой картинкой, без связи, в единении с природой гораздо проще поверить, что есть что-то за пределами нашего понимания. Озеро Лама, плато, горы словно преображаются в закатных лучах. Это их вечерний наряд, в котором они предстают в лучшем свете. Буквально. И какое же это счастье наблюдать, как закат пишет волшебные картины, используя плато как огромный холст. Вот как тут оставаться скептиком? Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Настал последний день. И нас ждет последнее восхождение. На самом деле, в первый же день мы уже ходили этим маршрутом. Но тогда не понравился свет. И мы приняли решение повторить этот трек. Ну, не готов я тут идти на компромиссы. Природа миллионы лет создавала это сокровище. А я такой, ну ладно, сняли как сняли. Так же нельзя. Так что проходим мимо уже знакомых нам плачущих скал. И продолжаем топать вдоль ламы. Временами спускаемся прямо к озеру. Оно сейчас серьезно обмелело. Так что обнажились обычно укрытые водой от взглядов бело-серые ветки и поваленные деревья. Цвет и узор необычные. Кора отсырела и отвалилась. А сами стволы сначала отшлифовало течением, а потом они местами выгорели на солнце. Временами, когда уже совсем надоедает пробиваться через заросли, идем как раз по настилу из веток и бревен. Мелкий брод через речку Викихай нас уже не пугает. Хотя вода, конечно, обжигающе ледяная. И сейчас вторая половина июня. Можно сказать, уже конец июня. И здесь на плато Патарана полярный день. Я могу сказать, что это шикарно. Потому что мы абсолютно независимы от светового дня. И вот тут именно как раз таки и очень хорошо подходит фраза, что течение времени остановилось. Потому что ты действительно не имеешь никаких ориентиров. С нашим ненормированным графиком мы идем и днем, и ночью. И все слилось как будто в один целый длинный день. Ну, на то он и полярный день. После брода продолжаем подъем вверх. В сторону высоты 12-18. Все выше и выше. Перед водопадом находим вот эту площадку. Здесь можно передохнуть, пополнить запасы воды. Но виды тут по-прежнему радуют. Если смотреть повыше, поток воды спускается с самого верха плато. И водопад, который мы видим, это всего лишь один из цепочки водопадов, спускающихся вниз с вершины этих крутых склонов. Удивительное дело. Я за эти несколько дней увидел водопадов больше, чем за весь год до этого. И казалось бы, уже должно было приесться. Но с каждым новым водопадом у меня все меньше слов, но все больше междометий и эмоций. Просто потрясающе! И только эти виды и мотивируют продолжать. Откровенно, каждый метр дается уже с трудом. Подниматься по курумнику, острым камням, норовящим уехать у тебя из-под ног, то еще удовольствие. Но чуть ли не вгрызаемся в камни и метр за метром покоряем высоту. Приходится делать остановки, чтобы восстановиться. Мы остановились на высоте примерно 1070 метров. Это фантастика! Нет ни единого квадратного сантиметра, что не восхищал бы. Музыка! 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 Тяжело осознать, что вот такой рельеф простирается на тысячи километров во все стороны. Я напомню про размеры плато. Оно больше Великобритании. Представьте, целая огромная страна, основные жители которой это озера и водопады. И знаете, я нашел забавную закономерность. Чем больше воды вокруг, тем меньше хочется лить ее самому. Это место не про слова, но про силу. Силу природы и силу людей, мечтающих увидеть эту красоту. Единственное хочется добавить. Я даже не могу осознать, сколько всего должно было сложиться, чтобы это путешествие произошло. И большого, и маленького. От извержения вулкана 250 миллионов лет назад, до правильной экипировки, что мы взяли с собой. Вот такое получилось походное путешествие. Если было полезно и интересно, обязательно поставьте лайк. Но смею предположить, если вы досмотрели до этого момента, то вам было действительно интересно. Отдельная благодарность всем, кто смотрит видео до конца и пишет комментарии. Ну а у нас на сегодня все. Субтитры создавал DimaTorzok